Привет, друзья! С вами Серафим. И у меня хорошие новости. Все-таки нашелся канал, в котором некий Дмитрий при помощи юмора и философии высмеивает пороки общества и разрушает стереотипы мышления. В своих видосах он жестко стебется над собой и другими неадекватами. Так что, если вы еще не подписаны на его канал, жмите вот эту вот красную кнопочку подписаться, усаживайтесь поудобнее, включайте видео и наполняйте жизнь смыслом и позитивом. Привет, друзья! С вами Серафим. И сегодня я хочу поговорить с вами на тему нашего второго подкаста. Подкаста с позитивом. Это значит, что все хорошо. В общем, такие у нас сегодня темы. Я где-то тут покажу. Будет списочек тем. В общем, какая первая тема? Недельный перерыв. Да, был недельный перерыв. Ничего там серьезного не произошло. Были небольшие технические неполадки. И так получилось, что нужно было небольшой ремонт сделать железу. То есть оно немножко устает от работы постоянной. И пошли, сделали небольшой ремонт. И там, как вы помните, у меня когда был еще вентилятор, так он еще гудел очень сильно на некоторых видео. То есть это я потом только начал убирать эти шумы. Раньше как-то не догадывался. Вот. И, то есть, немножко там починили, все сделали. То есть, ну, в эти дни, кстати, видео выходили там понемножку. Но на неделю они потом остановились. Ну, как видите, опять начинается видео. Так что все, я с вами. Никуда не ухожу. Вот. И что самое интересное. Когда мы относили в ремонт компьютер, то там все... То кто-то болел, то кто-то не это. Ну, в итоге более-менее нормально все сделали. И вот мы уже его забираем. И получается, там вентилятор включили, проверить. Вообще сам компьютер. То есть, да, там гудит немножко. И действительно сотрудник такой говорит. Блин, а что-то оно действительно мерзко-то как-то гудит. Мы такие, блин, ну что делать? Она говорит, да давайте я вам там что-то поменяю другой вентилятор там сбоку. Привинчу там. Ну, давайте попробуем. Он тут убрал там сзади, сбоку там привинтил на крышку другой побольше вентилятор. Ну, просто системный блок сам ему лет 10. То есть, я внутри железо менял, а сам блок не менял. И получается, он привинчивает эту штуку. И мы же там пока общаемся. И вот он говорит, ну, типа, а так нормально? В смысле? Он говорит, ну, я вот включил. Вот как звук нормально. Мы переглянулись. Смотрим, прислушиваемся, а звука нету. То есть, настолько уже я привык к этому гудению этого вентилятора, что когда поменяли на адекватный вентилятор, который просто, вот, тишина. Вот, причем в полной нормальной работе. Мы такие, ничего себе, уже включено, уже работает. Да, работает, все. То есть, ну, обалдели, прозрели, очень понравилось. Поэтому, ну, скажем, меньше же, мол, теперь надо будет выбирать. Что еще такое интересное, хотел бы с вами обсудить. Скоро на канале стартует мое и Монстер Тола прохождение, такой небольшой квест прохождения игры Starbound. Ну, все вы знаете, там, кто не знает, можете там тоже посмотреть, что такое Starbound. Но, вот, будет видео, и, как бы, игра не самая новая. Да, то есть, уже была. Там, выживастик двухмерный, пиксельный. Вот, но очень интересный, сгенерируемый миром. Вот, все такое. И, то есть, да, раньше было много видео у всех, там, на тему Starbound. Но Starbound, вот, буквально недавно, там, когда в январе, очень-очень сильно обновился. То есть, там, практически кардинально все поменялось. И, причем, в лучшую сторону. Там добавили очень много квестов, приколов, там, крафт. Ну, то есть, все-все-все поменялось. Наконец-то, там, можно корабль усовершенствовать, на котором вы, там, путешествуете по космосу. Там, он все больше-больше становится. То есть, ну, вообще, все интересно, супер, классно, сделано с юмором. Так вот, мы будем делать интересный проект. Так что, обязательно, не пропустите. Вот, в ближайшее время, буквально, уже пойдут первые серии. Вот, то есть, будет достаточно занимательно. Ну, а там сможете уже, кто не видел, что такое Starbound, посмотреть обязательно. Игра очень прикольная, понравится. Кто знает, тоже присоединяйтесь, посмотрите. Думаю, всем вместе будет интересно. Вот такой мини-сериальчик сделаем. Потом, что еще? Недавно было видео на канале. Я вам рекомендовал книжку Сёгун. Ну, на тот момент, когда я ее рекомендовал. Хорошая книжка, классика вообще. Я ее еще где-то на середине только читал. Там, три тома. Я где-то, наверное, второй том на середине был. Ну, еще не знал, что у меня в конце шлет. Ну, вот, уже я ее не так давно прочитал полностью. И с уверенностью могу сказать, что действительно вам нужно ее прочитать. Кроме того, что она действительно шедевр, классика и много чего-то. Вот, мне лично понравилось тем, что она в чем-то поменяла мое мировоззрение. То есть, где-то какую-то часть, да, небольшую, но вот что-то дополнило мои знания. Там, скажем, про Древний Восток, там, Япония, там, Самураи, там, все эти дела. Мне всегда это нравилось. Вот, и там много чего интересного рассказали. То есть, что-то я раньше не понимал про них. Вот, как-то у меня такая несостыковка была. А прочитал все до конца. У меня многие места, многие моменты стали сами на свои места. Вот, это замечательно, согласитесь. Поэтому с уверенностью могу сказать, обязательно прочитайте книжку. Если вы хотите посмотреть, ну, как бы схитрить, посмотреть сериал. Там есть восьмичасовой сериал, там, в четырех фильмах, там, по два часа. Старый, восьмидесятого года, по-моему. Ну, что я вам скажу. Я прочитал книгу и одновременно смотрел эти события в сериале. В сериале, ну да, он неплохо снят, но только для тех, кто не читал книги. То есть, там примерно что-то вскользь так рассказано. Ну, вообще не то, если честно. То есть, там многие моменты упущены, многое, ну, там что-то перекручено, чтобы хоть как-то вот эти отрывки, которые они повырезали, чтобы как-то склеить там одно с другим. Вот, поэтому обязательно читайте книгу. Она того стоит. То есть, я дальше начал еще читать тоже Джеймса Клавела. План Тайпен, тоже хорошие люди посоветовали. Ну, потихоньку только начал читать, поэтому еще пока ничего сказать не могу. Ну, я думаю, тоже будет интересно. Вот, так что, всем самурайского настроения и хорошего этого цветения вишни. Вот, потом планы на будущее, на ближайшее будущее. У канала будет в ближайшее время еще дальше расти еще больше новых интересных видео. Рубрики, в принципе, пока будут, наверное, все те же. Ну, их и так достаточно. Вот, просто буду стараться. Там, мод мудрости давно не было. То есть, мудрости с ними. По поводу, вы должны это попробовать. Там еще есть несколько видео будем делать. Потому что мне всегда есть, что посоветовать вам. То есть, то, что я уже на себе опробовал. То, что мне действительно понравилось, затронуло. А потом, что еще? Хочу тоже какую-то игрушечку интересную найти для себя. Вот, в ближайшее время, в которую бы тоже можно было спокойно поиграть. Ну, насколько тоже железо позволит. То есть, сами понимаете, там, получается, чинили видеокарту. То есть, ну и пока не поменяю. То есть, оно такое, знаешь, сегодня работает, а завтра, мало ли, передумает работать. Скажет, все, я отдыхаю. Вот, поэтому, пока оно работает, моя снимай. Вот. И, то есть, игрушку какую-нибудь интересную хочется найти. Я знаю, сейчас, в последнее время, всем нравится Dane Light. Вот, но мне тема зомби, это не самая интересная. То есть, да, я знаю, это прикольная игрушка. Я видел, действительно, интересно. Там и паркур, и зомби, и все, экшен. Вот, ну, я не знаю. Мне, там, я не знаю, из таких, что там, я не знаю, связать это с зомби, не зомби. Вот, страшных игрушек. Когда-то я давно еще первого сталкера играл. Вот, а то было именно жесть. Там, действительно, я атмосферно переживал, там, боялся, там, все. Вообще, супер классно было. Вот. А так, как бы, такие, чтобы страшилки, я не очень игрушки. Такие, чтобы вот интересные, да. Вот, допустим, седьмых героев. Вообще, очень жду. Мне нравится, вообще, тематика героев. Я, кстати, попробовал недавно HD переиздание третьих героев. Ну, прикольно, что повспоминать, когда я еще, там, малым был, там, еще у друга. У меня компьютера, там, не было, там, другу купили компьютер. Вот, там еще какой-то, ну, не понял, ну, там, в районе калькулятора какого-то компьютер был. Вот, по способностям. Вот. И, вот, там, эти третьи герои, там, давай, давай на одном компьютере, давай рубиться. Ну, то есть, это вообще непередаваемые ощущения. Вот. А потом, с тех пор, там, сколько уже их частей по нам ходило, четвертая, пятая, вот, шестые. Сейчас, кстати, шестые компанию надо будет тоже домучать, доиграть. Вот. Ну, это, как бы, не для видео будет. Это я, как бы, уже давно начал. Там, еще играл, играл. Это так, для души, для себя. А, то есть, там, я думаю, вряд ли будет, ну, там, ничего интересного. Вот. А седьмые герои, там, все очень красиво будет. Я, ну, а минимум обзор, это точно сделаю. Вот. Ну, а компанию, ну, как захотите. Скажете, что надо компанию снимать, сделаю компанию. Не надо, не буду снимать. То есть, ну, играть в него будет по-любому. Потом, что еще, в ближайшее время, еще я хочу выпустить, недавно наткнулся на одну англоязычную игру. Называется Darkest Dungeon. Хемнейшие подземелья. То есть, она полностью на английском. Она еще, там, только мне дали поиграть, там, в раннюю-раннюю версию. То есть, но игрушка, поначалу я денечек с ней промучался. Потому что у меня знание английского до сих пор как-то еще не осилю. И мучился, мучился что-то там. И в итоге, спустя, наверное, день примерно начал что-то понимать. Как там что. И меня захватил. То есть, очень понравилось. Я так думал, думал. Ну, наверное, я сниму небольшой обзорчик. И посмотрите, тоже зацените. Может, кому понравится, тоже поиграйте. На этом, в принципе, у меня все. Хотя, еще одну минуточку по поводу книг. Книги. Я вот в последнее время начал много интересных книжек читать. Ну, а особенно, мне нравятся аудиокниги. То есть, у Монстер Тола, кстати, на канале есть видео замечательное по поводу пользы и прелести аудиокниг. Чем это полезно и интересно. То есть, в отличие от просто книги читать. Поэтому, тоже зайдите обязательно посмотрите. Вот. И хочу вам порекомендовать один интересный канал. Называется «Лучшие аудиокниги». То есть, где-то я тут там ссылочку оставлю. И в описании будет обязательно ссылка. На нем, уже недавно он только стартовал этот канал, но на нем уже потихоньку выходят видео о разных книжках. Причем классных. Там будет, чтобы вам не соврать, так будут... Вот сейчас начался там «Властелин колец». Вот первая книга «Хоббит». Именно оригинальная, самая, что и настоящая. То есть, обязательно всем поклонникам «Хоббита» и «Фэнтези» прямая дорога туда. Слушайте там в самом замечательном переводе, в озвучке хорошей. То есть, почитайте. Именно вот посмотрите. Я думаю, вам всем понравится. Потом там сказочки уже какие-то пошли. То есть, там детям вот включить. Там вот так включили. Ну и сказочка идет. Ребенку хорошо. То есть, вам там книжка надо. Включили на YouTube эту книжечку. Смотрите просто так, не напрягаясь. Вот там по главам будет видео. Потом там будут... Сказки будут разных, ну скажем, там культур, народов. То есть, разных времен. Там древние какие-то. Там мифы будут всякие интересные, разобранные. Книжки будут разные, прочитаны. То есть, если вы хотите какую-то книжку интересную, обязательно заходите на канал и в комментариях там напишите, какую вам книжку вот интересную. Чтобы уже там автор канала знал, что вам нравится и в ближайшее время выпускал эту книжку. Ну и сами понимаете, чем больше там лайков под видео, тем быстрее будут выходить новые видео. То есть, для автора это будет сигнал, что вот именно вот здесь надо еще больше и быстрее выкладывать. Поэтому обязательно переходите по ссылочке, подписывайтесь на канал и слушайте самые-самые интересные книжки. Будете довольны. На этом у меня точно все. Оставайтесь такими же замечательными. И увидимся в светлом будущем. Пока, ребята.